Сейчас еще немного поразмышляем над Словом Божиим. Тема сегодняшней проповеди называется «По следам за Богом». Это, знаете, как сейчас уже зима закончилась, да, снега уже практически весь сошел. Ну, правда, бывает и такое, что и в апреле могут там снега подкинуть, как было несколько лет назад, да, что утром выехал, а вечером заехать домой не смог. Вот, и мы все прекрасно знаем, когда идем по снегу, то тяжело очень идти первому человеку, да, потому что он дорожку прокладывает. Потом следующее, смотришь, люди, которые идут на работу, они идут шаг в шаг. И дорожка так немножко становится более такая утоптанная, и потом в конце, кто позже идет, тому вообще легко двигаться. И вот в жизни нашей оно чем-то похоже на эту тропу, что самим нам довольно бывает, может быть, не просто двигаться. Но если мы двигаемся по следам Божьим, то есть по тем следам, по той дороге, которую нам прокладывает Господь, то нам тогда идти гораздо легче. Аминь. И хотел бы я сначала, чтобы мы с вами открыли одно место из Писания, 3 Царство, 18 глава, 21 стих. Там мы читаем историю об Илье, и 21 стих нам говорит, «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова». Вот и дожились. Столько лет ходили за Богом, столько лет ходили с Богом, и вдруг в один определенный момент отступили они от Бога. Или, понимая всю проблему израильского народа, он выходит пред Богом, предстает также перед народом израильским и говорит им о выборе в их жизни. Говорит, если вы по-прежнему за Богом, то тогда следуйте за Ним, что ж вы хромаете. Если вы завалом, тогда следуйте за Ним. И вы знаете, это уже совсем был не тот народ, который был прежде. Когда мы, например, с вами открываем книгу Иисуса Навина в конце, то Иисус Навин после многих, скажем так, победоносных битв, после того, как они разделили фактически всю землю, Он опять собирает народ израильский и говорит им, рассказывает им о их непростом пути, о том, как благословлял их путь, как они шли. И потом говорит, если вы за Богом, то вы должны сейчас избрать, за кого вы. Или будете служить Господу, или служить тем Богам, которым служили отцы ваши. И сам про себя говорит, а я и мой дом будем служить Господу. И народ израильский тогда вообще не задумывался, не молчал, а четко сказал, нет, и мы будем служить Господу. То есть они четко в своей жизни определили для себя выбор, кому они будут служить. И вы знаете, это и есть все прообразы для нас с вами, живущих сегодня здесь, в это время, что даже будучи, придя к Богу, мы порой все-таки не следуем этими Божьими путями. И когда мы начинаем говорить о том, что да, вроде мы покаялись, да, вроде мы пришли в церковь, да, вроде мы выбрали Бога в своей жизни, но почему-то наша жизнь, она может быть совершенно другая. И есть люди, которые выбирают четко и конкретно, я иду за Богом, я следую по Его дороге, я иду по Его путям, которыми Он меня ведет. Я верю в Бога, я вуповаю на Него, и я хочу следовать той заповеди, тому учению, который Бог говорит мне. Другая есть категория людей, которая четко, например, может говорить о том, что я не верю ни в кого, я не хочу ни в кого верить, я верю только в свои силы, в свой опыт, в свою мудрость, в свое понимание, в то, что я могу там сам построить карьеру, могу заработать деньги, могу войти в власть, могу сделать то-то или другое что-то, добиться известности, и все зависит только от меня самого. И, то есть, есть просто у человека два выбора, или следовать, скажем так, за Богом, или следовать за тем, чтобы ни в кого ты не веришь, веришь только в самого себя. Но бывает, знаете, так, и категория такая, третий людей, можно было бы сказать, которые вроде бы и верят в Бога, а которые я вот сейчас читал в книге Царств, когда народ Божий стоял перед Израилем, народ Божий стоял, и Илья говорил им относительно, чтобы они избрали, в кого они будут верить, за кем следовать. Но своей жизнью и поступками они совершенно, скажем так, показывают другую веру. То, что они не верят в этого Бога истинного, всемогущего, который хочет вести народ свой. И в результате получается такая очень интересная ситуация, что с одной стороны, вроде бы, ты веришь, но с другой стороны, своими делами, своими поступками ты говоришь обратно. И в свое время апостол Павел, он также стал перед выбором, за кем ему следовать. И мы помним очень хорошо эту ситуацию, когда он гневался на христиан, когда он гнал христиан, когда он считал, что Иисус Христос – это не есть Божий Сын, что Он не есть Мессия. И в определенный момент он получил письма в Дамаск для того, чтобы идти и там гнать христиан. И по дороге в Дамаск ему встречается Иисус. И когда его встретил Иисус, то Иисус ему говорит, «Ну что, Павел, сложно тебе идти против рожна?» И это Слово Божье, оно легло у него в сердце на всю его жизнь. И потом в своих посланиях, в своих обращениях к народу Божьему, он всегда говорил о том, что мы должны выборть в своей жизни, следовать за Богом. И в послании к римлянам, давайте с вами откроем послание к римлянам, 12 глава, 1 стих, апостол Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь». Здесь апостол Павел, он четко нас призывает к тому, что если мы последовали за Богом, то мы тогда должны и мыслить совершенно по-другому, действовать совершенно по-другому, жизнь свою должны изменить для того, чтобы следовать за Богом. Апостол Павел для себя это принял, и он так сделал. И сегодня он также предлагает нам через свое послание, что если мы следуем за Богом, то значит мы должны также преобразовать свой ум, преобразовать свое мышление, изменить свою жизнь и познавать, что есть его воля, благая, угодная и совершенная для каждого из нас. И, конечно же, это путь непростой, это путь нелегкий. И когда мы говорим о том, чтобы постановать волю Божью в своей жизни, то для этого необходимо прилагать усилия. Мы можем строить какие-то планы, мы можем думать о каких-то определенных вещах, но всегда свои планы, свои желания, свои стремления мы должны соизмерять с волей Божьей. И это должно происходить в нашей жизни практически ежедневно и постоянно. Да, мы можем думать, что мы хотим сделать то-то или то-то, что у нас есть какие-то определенные намерения и планы поступить, может быть, в тот или иной вуз, вступить в брак с кем-то, или еще какие-то другие определенные планы. Но еще в свое время Соломон, он писал в притче 19 глава, 21 стих, говорит нам, «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Аминь. То есть определенные вещи, которые могут быть в нашей жизни, они определены Богом, и мы должны это понимать. И если мы знаем и понимаем эти вещи, и Бог нам их открывает, то нам тогда гораздо легче двигаться по следам за Богом. Но если мы не прилагаем к этому усилия, не познаваем Его волю, то нам довольно тогда сложно жить на этой земле. Тогда могут приходить какие-то вопросы, которые мы не можем решить. Тогда мы строим какие-то определенные планы, и не мы можем их осуществить. Мы предполагаем какие-то определенные вещи, но они в нашей жизни не состоятся. И в результате это приносит для нас проблему, депрессию, разочарование. И мы опускаем руки, и не знаем, что нам делать дальше. Но если мы познаем Божьи планы относительно нашей жизни, то нам становится гораздо легче, потому что мы начинаем двигаться в соответствии с ними. И вы знаете, у каждого человека, находящегося здесь, или даже он верит, не верит, скажем так, сегодня в Бога, все равно для него, у Бога есть для каждого из нас определенный план, определенная своя воля Божья. И если мы познаем эту волю, то мы тогда имеем успех. И сегодня я хотел бы рассмотреть один известный пример, о котором, в принципе, мы недавно с вами читали, это из жизни Авраама. И это есть очень хороший пример для нас с вами, и он показателен для нас с вами в том, тем, что как Авраам следовал за Богом, как он повиновался ему, и это принесло для него благословение. Его жизнь была непроста, сложна. И вы знаете, это тоже тогда как бы вдохновляет нас, что не прожил он всю жизнь в комфорте, ему было легко, просто, как и нам сегодня оно бывает нелегко и просто в том или ином вопросе. Но это показывает, его жизнь является для нас примером в том, что мы также можем получить благословение, и все-таки быть в Божьих руках, в Божьем плане и на Божьем пути. Давайте с вами откроем Бытие 12 главу. Я хотел бы прочитать с 1 по 12 стих. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я окажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословляющих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. «Взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына, брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле сей, до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили Хананеи. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему, Адам, я землю сию». И сказал он, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай – на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». До этого места. История Авраама, она располагается в книге Бытия 12 главы, и фактически, можно так сказать, и там до 25-й. Всю мы, конечно, эти главы читать не будем, но некоторые вещи я просто буду пересказывать, опираться на определенные стихи. И когда я читал эту историю, то я увидел определенные моменты, с которыми хотел бы поделиться с вами. И когда мы следуем за Богом, с чем нам приходится сталкиваться. В принципе, хотел отметить, может быть, кратко 4 всего момента. Можно заметить гораздо больше, но хотелось бы отметить всего лишь 4. Первое, на что на этот раз я обратил внимание в этой истории, то хотелось бы отметить то, что ожидания наши не всегда совпадают с реальностью, которую мы видим. И когда мы смотрим на Авраама, то мы видим, Бог ему говорит, выйди из этой земли, из этого родства, иди в землю ту, которую я тебе дам, и эта земля будет твоя, ты в ней будешь, значит, жить, и тебе будет там хорошо, и благословлю тебя. И кого ты благословишь, то те будут благословенны. Вот. Кого проклянешь, то будут прокляты. То есть, как бы все складывается очень хорошо. Но мы видим, когда Авраам приходит в эту землю, то реальность, в принципе, она оказывается совсем другой. Когда мы читаем другие там главы, в 20-й той же главе, там Хананеи жили, и когда он был в районе, в земле Герар, то там Авимелех у него тоже, скажем так, жену Сару забрал. Это была, конечно, история гораздо позже. И в то время Авраам также убоялся, и Авимелех тогда спросил, почему ты так сделал, сказал, что она сестра твоя. Вот. Он говорит, я думал, что здесь нету страха Божьего. И прошло с того времени где-то порядка, около 15 лет, когда мы читаем сейчас с вами эту историю. То есть, за 15 лет, я не думаю, что что-то изменилось в лучшую сторону на этой земле. И когда пришел Авраам в эту землю, то мы можем предположить и понимать, что в этой земле народ был тот же, без страха Божьего. И творили, в принципе, творился там какой-то определенный беспредел. Я понимаю, что вдруг он получил, скажем так, слово от Господа, дойти в эту землю, приходит в эту землю и видит, в принципе, не то, что я думаю, что он ожидал. Совершенно другое. Но помимо вот этого, вот, скажем так, ожидания, может быть, увидит благословение в этой земле, он также видит, что голод находится в этой земле. И в результате он понимает, что там ему было достаточно, может быть, неплохо, там, где он жил, у него все было хорошо, были пастбища, был скот, были люди рядом с ним, которые могли помочь ему защитить его. Здесь он приходит в новую землю, здесь он становится, скажем так, один фактически, только Бог с ним, вот, люди враждебно настроенные к нему, которые навряд ли приняли ему с объятиями, его с объятиями сказали ему, «О, Авраам, да мы знаем, что Бог тебе сказал, вот, и мы хотим тебя принять, здесь тебе устроить, и ты будешь жить, и тебе будет очень хорошо». Но вряд ли они косо на него смотрели. И смотрели так, что ему страшно становилось от этих взглядов. И еще вторая ситуация – голод в этой земле. Мало того, что не было возможности прокормить ни скота, никого, но еще и себя невозможно было прокормить. И тогда Авраам, я думаю, задумался в тот момент, что реальность, она не соответствовала тем ожиданиям, которые, может быть, были в его сердце. И вот это первая проблема, порой, с которой мы с вами можем столкнуться. Когда мы приходим к Богу, наши ожидания, они могут быть одни, а реальность может совершенно быть другой. И я думаю, вы можете вспомнить в своей жизни различные примеры, когда ваши ожидания не соответствовали той реальность, в которую вы попали. Мы ожидаем, например, что, когда мы построим свой дом, или позвали, вернее, делаем в квартире ремонт, позвали кого-то, чтобы кто-то нам положил плитку или положил ламинированный пол, допустим, поклеил обои. И с предвкушением, что сейчас так будет у нас красиво, возьмем каталог, посмотрим, ух, как там было здорово. И у меня сейчас так будет красиво, как на картинке. А приходим, плитка криво, все грязно, обои непонятно как поклеены, в результате реальность оказалась совсем другой. Или же бывает очень часто такая, скажем так, сцена, когда смотришь, когда сестра готовится на какой-нибудь праздник, вот, и всегда же сестры как? Начинают идти, сделать прически, вот, приходят в парикмахерскую, приносят журнальчик, говорят, я хочу быть вот такой же красивой, как эта девушка здесь. Ну, хорошо, нет проблем, сейчас сделаем. Постригли, посмотрела, сравнила, ужас. Слезы, печаль, вот, а нужно идти на праздник. Быстро на скорую руку все, раз, поменяли, сделали, и вроде ничего лучше стало. То есть ожидание не соответствует той реальности. Или когда, может быть, вступают в брак и думают, ну, все, мой милый меня будет носить теперь все время на руках. Вечером с работы приходить дарить конфеты, букеты, как это было до сего дня, но вдруг оказывается совершенно все по-другому. Горы посуды, дети, пеленки, тряпки и так далее. Нескончаемые бытовые проблемы. И думаешь, вот было ожидание, а вот оказалась реальность. Ну, я не пугаю вас, те, которые собираются в брак вступать, но с этим придется столкнуться. Это вы знаете, как у меня в семье довольно часто вспоминают этот момент, что жена говорит, а я думал, когда мы вообще вопрос, это делать ли пюре дома или картошку отварную, смотрю, что это как пюре не сделано, картошка отварная. Говорю, ну, мы же на пюре договаривались. Они говорят, ну, у меня дома всегда папа это делал, это мужская сила нужна. А у меня мама. Ну, то есть совершенно разное, скажем так, восприятие друг друга и того, что должны утром делать. Например, идет на работу, собирается муж, и у него всегда ожидание, что как мама, ему всегда сделает бутерброд, чай, и он пойдет на работу, но он же идет для семьи зарабатывать. Но оказывается, нет, ты встал еще сам, все сделал, жене приготовил. Поэтому ожидание и реальность – это совершенно разные вещи, и мы должны быть готовы к этому. Но это все примеры из нашей бытовой жизни. И вы знаете, когда я просто говорю тем людям, которые, может быть, новообращенные сегодня, которые пришли только к Богу, покаялись, и они ожидают каких-то очень серьезных изменений, да, изменения серьезные будут. Да, будут многие вещи замечательные, но иногда нужно понимать, что просто то, о чем вы думали, оно порой не так будет, как оно, как вы себе это представляете. И даже то, что вы себе представляете, оно будет казаться вам негативным, то я хочу вам сказать, это будет благословением для вас, потому что Бог знает, что приготовит для вас и каким образом двигать вас. И поэтому, когда мы смотрим на жизнь того же Авраама, который пришел в эту землю, который увидел этот негатив, враждебность от народа, к которому он пришел, плюс он увидел голод, и в его сердце закрался вторая часть, второй момент, на который бы я хотел ответить, ваше внимание, страх. В его сердце закрался простой страх. В результате он увидел в том, что какое-то здесь может быть неблагословение, может быть, Бог ошибся, потому что что-то не так я ожидаю сейчас, вижу в этой земле, что ожидал. В результате он принимает одно, я думаю, не совсем правильное решение, он отправляется в Египет. Но это говорит нам о том, о том, что мы все люди, и порой мы принимаем неправильные решения в своей жизни. Но мы должны всегда понимать, если мы с Богом, то Бог все равно следит за нами, он все равно, мы находимся под его Божьим покровительством. И мы видим, что в результате того, что он уходит в Египет, чтобы решить хотя бы одну из своих проблем, устранить голод, который может обрушиться на его семью, он попадает в другую проблему. Мы видим, что в результате ему приходится, приходится из вельмож, там увидели, что Сара прекрасная очень женщина, они решили ее забрать себе. И сказали об этом фараону, фараон ее забрал себе, но мы видим, что Бог заступается здесь за Авраама, и посылает, скажем так, фараону проблемы. Фараон понимает, что он находится в проблеме, и ему необходимо вернуть Сару обратно мужу своему, и он говорит, удались от нас. И Авраам уходит из этого места. В этой ситуации мы видим, что даже испугавшись и проявив определенную трусость, все равно, скажем так, имея в сердце даже страх, все равно Бог контролирует нас, все равно Бог поддерживает нас, все равно Бог помогает нам выйти из той или иной ситуации, в которую мы попали. И здесь мы должны понимать с вами, что когда мы попадаем в такие ситуации, похожие, может быть, как Авраам, страх, то мы не должны дать волю страху в своей жизни. Страх, он будет приходить за свою будущность, за свою жизнь, за жизнь своих близких, родных, детей, за то, что мы можем потерять работу, за то, что мы можем остаться, может быть, без крова, или еще какие-то вопросы. И мы понимаем то, что с чем мы можем столкнуться, оно может обернуться проблемой для нас. И понятно, что это и есть наша эмоциональная реакция, страх, это негативная реакция на ту угрозу, которая может быть по отношению к нам. Но мы должны понимать, что мы можем управлять своим страхом. Если как самому человеку, то может быть и сложно, и люди тоже справляются со страхом. И страх все равно будет присутствовать в нашем сердце. Но мы должны научиться управлять этим страхом, не бояться. И в этом нам помогает вот именно Господь. Когда мы говорим о этой истории относительно Авраама, мы видим, что Бог заступился за Авраама в данной ситуации по отношению к фараону. И поэтому мы должны всегда помнить эту историю и иметь ее в сердце, в своем разуме, что если я нахожусь сейчас в сложной ситуации, что Бог со мной, Он заступится за меня. Для того, чтобы мне преодолеть это сложное обстоятельство, для того, чтобы мне преодолеть этот страх, который находится сейчас в моем сердце. Мы должны помнить всегда это и иметь в своем разуме и в сердце. Я ничего не боюсь. Я могу управлять своим страхом. Да, мне страшно, но все равно я знаю, что Бог со мной. И Он поможет мне в этой моей непростой ситуации. Вы знаете, было как-то в моей жизни, это были 90-е года, я работал на одном предприятии, на одной фирме, и фирма, скажем так, занималась и строительством, различными другими видами деятельности. И одно из видов деятельности мне как бы уже перестало нравиться по той простой причине, что в этот период я как раз уверовал в Иисуса Христа, пришел в церковь, и в моей жизни стала такая определенная дилемма. Что мне делать? Оставаться на работе, и, скажем так, делать то, что говорят делать на этой фирме, или же все-таки как-то уволиться. И естественно, в мое сердце пришел страх относительно того, как я буду обеспечивать себя. И потом буквально в это же время я женился, и уже тогда страх удвоился, потому что ты уже думаешь не только за себя, потому что за себя как-то проще, вы знаете. Ну, побежал к родителям, у них отсиделся, и все нормально. Город-убежище есть. Нет проблем. Койку там, тарелку супа тебе всегда дадут. Вот. А тут, когда уже жена, ну не возьмешь с собой жену, и скажешь, ну, папа, мама, ну, у меня проблемы, я не хочу вот работать, давайте кормите нас. И, естественно, в сердце твоем появляется страх определенный. Как ты будешь жить, как ты будешь обеспечивать себя, как ты будешь обеспечивать свою семью. И пошел я к пастырю. Говорю, пастырь, ну, расскажи мне, как мне быть. Пастырь послушал, слушал, слушал, слушал меня, потом сказал, слушай, брат, ничего я в бизнесе не понимаю. Я думаю, ну вот, сходил, получил я ответ. Я понял, сейчас даже понимаю, или тогда я потом позже понял, что, ну и слава Богу, пастырь не может дать в определенные моменты нам ответ по той простой причине, или Бог закрывает даже ему, скажем так, ну, возможность ответить нам что-то, дать какой-то ответ, который мы ожидаем, потому что это решение должно идти от нас, потому что мы должны принять это решение, мы должны сделать этот шаг веры, потому что это обязанность наша, и она не, он не возлагается, это обязанность на пастыря, или на кого-то другого, потому что Бог имеет общение именно конкретно с вами, и Он желает, чтобы вы проявили свой характер, изменили свой характер в том или ином моменте. В результате, да, принял решение, уволился с этой фирмы, вот, да, было сложно в определенный период, да, жили без, скажем так, зарплаты, но вы знаете, в этот определенный период казалось удивительно, денег не получал, зарплаты не было, но в холодильнике всегда было что есть, Бог благословлял, вот, не было денег на талончик, вот, ходил пешком по городу, там, в церковь или еще куда, вот, но всегда было в холодильнике что есть, было благословение Божие, и поэтому иногда, конечно, страшно принимать какие-то решения, но если мы преодолеваем этот страх, доверяемся, доверяем свою жизнь Богу, то Бог благословляет, защищает и помогает. Третье, на что хотел бы обратить ваше внимание, на то, что, когда мы читаем дальше историю Авраама, то мы читаем, когда он вышел из Экипта, там, Бытие, 13 глава, то мы видим, что он вместе с Лотом ушел обратно и возвращается куда? Опять возвращается в Ханаан. И то есть интересная ситуация происходит, что с чего он начал, опять то и продолжается. Опять тот же Ханаан, опять те же люди, опять те же проблемы, опять те же вопросы. И можно простой сделать вывод, что уроки, которые мы не прошли, они будут повторяться. Те вещи, которые мы не прошли в своей жизни, Бог порой опять будет нам спроводить по этой ситуации, может быть, на другом уровне, может быть, с другими обстоятельствами, может быть, каким-то образом по-другому, но они чем-то будут похожи на предыдущие. Потому что те уроки, которые мы не прошли, для того, чтобы сформировался наш характер, сформировалась наша личность, для этого Бог будет проводить нас по-новому, по-новому и по-новому, до тех пор, пока мы не усвоим урок. Аминь. Это знаете, как у нас в армии так говорили очень просто. Говорит, если это как его, принял приказание, приказ там понял и так далее, говорит, если ты понял, ты должен его повторить точно так же. То есть если ты его повторил точно так же, значит ты понял, что тебе сформулировали. Вот так и в жизни порой бывает, что иногда вещи некоторые нам, как бы Бог показывает, мы проходим эти уроки, но не проходим полностью, не делаем из них выводы, не понимаем до конца. И Бог тогда начинает повторять в нашей жизни эти уроки. Мы начинаем проходить их по-новому. И здесь мы читаем в 13 главе, что опять тот же Хаанан, опять же та же проблема, скажем так, опять те же люди. И мы здесь видим уже Авраама, который поступает по-другому. Мы читали с вами эту историю относительно Распи, относительно Лота и Авраама, а точнее то, что у них возникло между ними, из-за того, что у них были стада, у них были, ну, необходимы были пастбище. Вот. И в данном случае мы видим интересную реакцию Авраама, что Авраам не выбирает себе лучшее, хотя он старше в семье, хотя он мог себе позволить эти вещи, я думаю. Вот. И находился в главенствующем положении в своем доме, сказать Лоту, ну извини, слушай, ну иди отсюда уже, вот здесь я буду жить. Но он говорит, слушай, Лот, вся земля перед нами, выбери, что ты хочешь, а я пойду туда, скажем так, ну, куда ты не пойдешь. Лот посмотрел, окинул, долина Иорданская замечательная, прекрасная, там она орошается, там есть пастбище, будет ему хорошо, удобно, он выбирает и уходит. Авраам остается где? В Хангане, в той земле, которая не имеет такого, скажем так, благословения для скота и для жизни. Но в его сердце уже есть упование на Бога. Через эту историю мы видим, что он уже доверяет Богу свою материальную жизнь, свой, скажем так, быт, свои, скажем так, вещи, которые, скажем так, материального плана. Он начинает доверять их Богу, его характер изменился в определенный момент. В другой момент, когда мы читаем, опять же, историю относительно того же Лота или Авраама, то мы читаем, что в определенный момент цари решили напасть на эту землю, где жил Лот, они забирают Лота в плен, вводят его со всем имуществом. И самое интересное, мы видим, что Авраам мог просто махнуть рукой и сказать, да, ну, ну, сродник и сродник, хорошо, мой родной там, это как его племянник, ничего страшного, что хотел, то и получил, сам же знал, куда шел, вот, там и получил все свои проблемы. Но реакция его совершенно другая, несмотря, в принципе, на то множество, которое напало на города тогда Содом и Гоморру, вот, и Лот был уведен в плен, несмотря на это, то, что их было достаточно много, Лот собирает свой отряд, по-моему, около там 300 человек или сколько-то, не помню точно сейчас, и идет, освобождает Лота. То есть мы видим, что также он проходит другой новый урок относительно того, того, чтобы преодолеть свой страх, чтобы преодолеть себя в каких-то вопросах. И мы видим, что он проходит опять уроки относительно преодоления страха, относительно страха за свое будущее, за то, что, как он будет заботиться о своей семье, как будет заботиться, какой он будет иметь материальное благо. Мы видим относительно того, что он проходит урок, относительно того, что он не боится за свою жизнь. И Бог проводит его опять по-новому в этих вопросах. Поэтому третья вещь, которую мы всегда должны помнить, что те уроки, которые мы не прошли в своей жизни, Бог будет их повторять периодически. Четвертое, на что хотелось бы еще обратить с вами внимание, что когда мы читаем всю историю дальше Авраама, то, конечно же, мы видим и рождение Исаака, мы видим и читая его о том, как Бог повелел ему принести своего сына дорогого в жертву. Мы также читаем до этого историю относительно того, что опять он в свое определенное время поступает по плоти, не дожидается этого обетования, но входит к Агарь и появляется, скажем так, не ребенок по обетованию, Измаил. Все это жизнь Авраама, и оно приносит, конечно, для нас определенные уроки. Но когда мы читаем эту всю его историю дальше, то я хотел бы обратить внимание на ту определенную вещь, которая также должна помочь нам. Это в том, что в жизни у этого человека происходили сверхъестественные вещи. Иногда Бог, мы видим, что Он, да, формирует наш характер, да, Он формирует нас как личность, да, Он изменяет нас для того, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы совершенствовались, чтобы отражали образ Иисуса Христа. Но в нашей жизни не всегда только все связано с изменением нас лично. Иногда Бог начинает, скажем так, действовать таким образом, чтобы мы понимали, что в жизни, хотя мы живем на этой земле, помимо физических законов, то, что здесь происходит, помимо, скажем так, реальности, которые мы видим, всегда существует время чуду. Время чуду сверхъестественному проявлению Бога в нашей жизни. И я думаю, что если мы живем, двигаемся за Богом, то каждый из вас, если он верит в Бога, он должен хоть раз увидеть какое-то чудо в своей жизни. И мы видим, когда смотрим на то, что как был рожден Исаак, мы видим, что это было чудо Божие, потому что по плоти ни Авраам, ни Сара не могли родить этого ребенка, уже были они довольны в большом возрасте. Обычно, как пишет нам Писание, что у женщины уже прекратилось, она не могла зачать и родить ребенка. Мы видим, что Аврааму было уже, он большой был, очень в возрасте был, не большой, а в возрасте был, что ему было около сотни лет. И понятно, что невозможно фактически, но Бог благословляет, и происходит благословение в их семью, и рождается Исаак. То есть проявление сверхъестественного происходит в жизни Авраама. И другое, мы читаем также историю, что когда уже Исаак, будучи подростком, Бог обращается к нему и говорит, послушай, Авраам, ты должен принести сына своего в жертву. И Авраам собирается, собирает дрова, берет осленка, берет своего сына, и направляются в землю Мариа, по-моему, или как-то называется, да, и следует туда, и в пути он идет три дня. Я представляю, что могло только вообще быть, скажем так, в его сердце, какие переживания. В какой-то момент, я думаю, может быть, и думал, да ну, поверну, может, обратно, и нет. Но борение, опять определенные какие-то понимания того, что должен быть послушен Богу, и двигается к этому месту, приходит в эту землю, Бог указывает ему на то место, где он должен принести Исаака в жертву. И очень хорошее место именно отражает это послание к евреям, хочу вам прочитать, 11 глава, 17 стих. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Аминь. Вы знаете, здесь самая интересная вещь заключается в том, что Авраам думал, что Бог в силах воскресить. Это первое свидетельство того, что воскреснет Иисус Христос. Это человек Авраам, который верил в воскрешение. То это говорит нам сегодня о том, что в нашей жизни также есть определенные вещи, которые будут сверхъестественные. То есть это та вещь, которая не могла состояться вот просто по обычному, реальному пониманию того, как мы видим этот мир. То есть эту вещь только мог совершить Господь. И вот так мы тоже должны смотреть на Бога, что это есть Бог сверхъестественного, чудесного, что это всемогущий Бог, который может разрешить многие проблемы в нашей жизни. И Авраам является для нас замечательным примером, что это тот человек, который увидел в Боге того великого всемогущего Бога, который в силах воскресить даже то, что уже умерло. И если сегодня какая-то ситуация жизненная или проблема настолько нагнетает нас, и мы находимся в какой-то проблеме и понимаем, что вообще никакими человеческими усилиями не можем разрешить, мы всегда должны помнить, помнить, что Иисус Христос воскрес. Что Авраам верил Богу, и Бог мог воскресить Исаака. Что его обетования, они вечны и постоянны, и они все сбудутся. И все планы Божии, они всегда сбываются. И всякое слово, которое сходит от Бога, оно также сбывается. Мы должны это всегда помнить, что в нашей жизни всегда есть место сверхъестественному. Не только своими трудами и силой мы можем совершать какие-то действия, но также и великой силой Божией Бог может изменить многие вещи в нашей жизни. Аминь. И почему я рассказывал сегодня эту всю историю еще? Потому что, вы знаете, мы в жизни живем часто таким образом, что погрузившись в свои, скажем так, нужды, проблемы, вопросы, настолько часто это нас как-то так поглощает, угнетает, что порой некогда взглянуть даже наверх, на небо. И я как-то задумался в определенный момент, приехал как-то домой, смотрю, жена, дети стоят на улице, на небо смотрят. Я говорю, что вы стоите, смотрите, смотрите, какое небо сегодня хорошее, звезды какие красивые. Я говорю, ну да, точно. И потом я как-то подумал, что вот так мы ходим по жизни, да, решаем свои проблемы, свои вопросы, какие-то нужды. И все время у нас голова опущена под ноги к нам, чтобы нам не упасть, чтобы не споткнуться, чтобы видеть, куда ты идешь. Но и очень редко, имея это небо над головой, мы поднимаем его вверх, чтобы увидеть это прекрасное небо и звезды. Ведь так? И поэтому Бог порой часто, Он хочет, чтобы мы через эти ситуации, которые нам кажутся очень сложными, мы должны взглянуть именно на небеса и посмотреть на небо, поискать помощи именно у Бога, сверхъестественной помощи. Да, какими-то своими трудами мы можем что-то сделать. Я как-то читал, не помню у кого, вот, прочитал, что человек, он порой по жизни идет, и он подобен тому, скажем так, альпинисту, который взбирается на гору. Да, очень сложно, да, очень тяжело, да, он может применять какие-то усилия, он может преодолевать себя, он может применять какие-то инструменты, орудия для того, чтобы подняться на вершину горы, и он подымется на вершину горы, он сделает очень много усилий. Но в какой-то определенный момент, достигнувши этой вершины, это и есть потолок. Выше уже никуда, да, самая большая гора у нас, Эверест, выше ее ты никуда не подымешься своим ходом. Но для того, чтобы подняться на небеса, для этого необходимо чудо, для этого нужно, для этого необходимо взлететь. И вот именно вера наша, она помогает нам взлететь над этой горой. Потому что мы многие можем вещи делать, применять усилия, но в Царство Божие без веры мы не дойдем. И поэтому мы должны верить нашему Господу, уповать на Него, верить в это сверхъестественное, верить в Его чудеса, верить Ему, и тогда многие вещи сбудутся в нашей жизни. Аминь. И в конце хотел бы прочитать один стих к Евреям, 10 глава, с 19 стиха, как благословение. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести, и мы в тела водою чистую будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Аминь. Давайте встанем с вами, помолимся. Аллилуйя, Господь! Мы благодарим за милость и благость Твою в нашей жизни. Пусть Твоя Божья рука пребудет всегда над нами, Господь. И мы хотим следовать за Тобой, Господь, следовать по Твоим следам, Господь. Чтобы Ты, Господь, работал с нами, чтобы Ты вел нас, Господь, чтобы мы видели Твой путь, единый путь, потому что этот путь является благословением для нас. Чтобы мы преодолевали всякие трудности, которые находятся на этом пути. Чтобы мы проходили те препятствия, те обстоятельства, которые возникают у нас. Но мы верим и знаем, что только благодаря Тебе, Твоей Божьей силе, Твоему Божьему покровительству, Твоей Божьей руке, которая поддерживает и подкрепляет, мы можем пройти. Благодаря только вере в Тебя, вере в воскресенье, вере в эту будущую жизнь, веря в вечную жизнь, веря в небеса, мы в состоянии войти, Господь, в эти обетования, которые Ты приготовил для нас. Господь, благослови, да войдем мы в обетования, которые Ты имеешь для каждого из нас. И пусть Твоя Божья рука сохранит нас. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok